Света Коваленко 7 лет назад сама оказалась в числе остро нуждающихся в переливании крови. При рождении младшего ребенка у меня была потеря очень большая, практически литр. И восполняли мне чужой кровью. Ситуация с необходимостью крови в семье доноров Коваленко Повторилась еще раз. У нас была собака, лабрадор, который в августе погиб. Вам придется это все вырезать. И мы столкнулись с тем, что мы активно искали донорскую кровь для животного. И фактически ее не было. То есть невозможно было забронировать кровь для животного. Нам предлагались искусственные заменители. Вот кто нас роет в туннели. Вот он, любимец семьи, лабрадор Цезарь. Дети, другие питомцы, кошка Ася. Все души не чаяли в добром Цезаре. И вот только через чат любителей животных, то есть я нашла напрямую животного, хозяина этого животного, который был готов предоставить вот эту вот кровь. И то не факт, чтобы она подошла. Этим летом, как-то после прогулки, лабрадору стало плохо. Повезли в ветклинику. Там подтвердили сильное отравление. Но чем именно, непонятно. Коваленко предполагает, что пес мог съесть что-то на улице. Врачи сказали, нужно срочно переливание крови. Ищите. Не благодаря ни ветеринарным клиникам, ни тем малым банкам крови ветеринарии, которые в Москве существуют. Я думаю, что в других городах просто этого нет. Я это нашла благодаря тому, что у нас в районах есть чаты между жителями на разные темы. Света нашла владельца собаки, который был готов помочь. Но Цезарь помощи не дождался. Наверное, вот в этой сфере надо действительно людей как-то стимулировать, может быть, даже финансово. Потому что, когда речь встает о человеческой жизни, мы ее оцениваем. А жизнь животных мы не оценим. Молоденький хороший. Браво. Ай, браво мой мальчик. Ярик. Ярик, он же Ярый, зверь серьезный. Лео. Я мовлю Лелечку. Какая-то невкусная маска у тебя. Овчарке семь. Из них три года, она донор крови. С него возьмем где-то порядка 600. 700. Это первый в России банк крови, собак и кошек. Ему 19 лет. Руководит им с самого начала ветеринар Аня Бакирова. Весь опыт получали самостоятельно. Читали литературу для людей по трансфузиологии. Мы сами находили доноров. Ну, мы и сейчас их сами находим. Но начиналось все с трех собак, немецкие доги. Все коричневые? Да, у нас двое сегодня, Яра и Грозан. Пробники с кровью доноров сдают на анализ. С основной массой биоматериала продолжает работу трансфузиолог Сергей. Делит на пакеты разного объема. Вот большие объемы, но есть же и маленькие. Часть крови отправляет в центрифугу для разделения на клетки и плазму. Темные территроциты, сверху плазма желтоватая. Все пошло. Все ждем, пока перельется. Потом это уйдет в заморозку, а нижняя часть смешается с добавочным раствором для более длительного хранения. Он заявлен для хранения 42 дня. Без него 35, но мы дольше 30 дней не храним. Донорская кровь разлетается за считанные дни. На нее бронь. Пока снимали в лаборатории, за ней дважды зашла медсестра. Она повредила ли язык себе, у нее была большая кровопотеря. В процедурном кабинете сверхпинчер Боня. Ее готовят к гемотронфузии. Животному тоже можно перелить кровь, и животное тоже нуждается в этом, что этим можно спасти жизнь. Боже мой, настолько заболеваний у собак и у кошек, которые требуют переливания крови. Это и какие-то хирургические вмешательства, это и автотравмы, вирусные, инфекционные заболевания, которые поражают красную кровь животных и требуются. Плазма требуется при отравлениях, при потерях белка. Беда в том, что таких банков крови в стране единицы, и те только в столицах. Свою базу доноров Аня и Сергея создавали годами. Начинали с трех доноров. Сейчас их 400. Едем в питомник кавказских овчарок. Сегодня будет сдавать собачка. И, наверное, к десяти уже годам. Родилась она при нас. Парень кладем. Фурья, она же печенька. Это кавказская овчарка, донор больше десяти лет. Она у нас кадр, она с нами родилась, с нами выросла. И всю жизнь свою создательную сдается. С удовольствием причем. Команда первого в России банка крови животных работает только с племенными питомниками. Таких сейчас 20. Саша – профессиональный дрессировщик собак и заводчик кавказских овчарок. 12 лет назад интуитивно согласился на донорство своих собак. И не жалеет. Не сказали кровь. Говорят, гончарок будешь – буду. А потом выяснилось, что кровь сдавать. Мы с наркозом не работаем никогда. Потому что, ну, вот представьте, у нас наши питомники в год сдают по 5-6 раз кровь. Если 5-6 раз за год погружать собаку в наркоз или кошку, это все-таки определенный вред для здоровья донора, на мой взгляд. Мы стараемся мотивировать тем, что питомники будут под контролем, под нашим, да? Да. Ничего, живойка. И очень-очень говорливые собаки. Если кто-то будет брать овчарку, знайте, что они постоянно разговаривают. Болтливому джокеру 5 лет. Катя взяла его, когда ему было 2 месяца. Он вполне выполняет все команды. Он никогда не кусается, ничего. То есть у нас не было никаких агрессивных таких моментов с людьми. Он, по сути, большая такая баллонка. Катя по образованию ветврач. Во многом поэтому джокер стал донором крови. Регулярно, раз в 2-3 месяца, Катя с мужем Николаем везут джокера на донацию. Дорога из области в центр Петербурга не самая легкая. Но это надо и важно, считает Катя. Это очень важно. Очень много болезней животных, которые действительно требуют переливания крови. Поэтому необходимо оказывать такую помощь животным, иначе просто они не выживут в некоторых ситуациях. И так как у меня крупная собака, соответственно, я понимаю, что мы можем это сделать. Кир, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Хороший мальчик. Катю с джокером уже ждет ветеринарный врач Таня Камынина. Три года как Таня на передовой процесса создания службы крови в Питере. Животное чувствует себя достаточно комфортно, он может двигаться как хочет. Таня не работает с крупными питомниками, приглашает на регулярные донации в клинику домашних питомцев. Но дело идет с трудом. Кадровых доноров мало. Собак около ста. Кошек 150. Люди считают, что мы на этом зарабатываем. И для того, чтобы клиника не зарабатывала, они говорят, мы будем сдавать организованные группы, сайты, где доноры регистрируются. И в любой момент они могут сдавать кровь. Таня активная противница разных групп помощи животным в социальных сетях, где ищут прямого донора. Это всегда большой риск. Все собаки и кошки должны быть комплексно обследованы перед донацией. Я просто вкладываю колоссальные средства в то, чтобы привлечь донора. В конечном итоге клиника на крови не зарабатывает нисколько. Мы на крови не зарабатываем, потому что все эти средства уходят на комплексное обследование донора, на бонусную систему поощрения, на вот эти вот косынки, кубки, магниты. Теперь у нас после донации фотосессия памятная и для выставления в Инстаграм и ВКонтакте, опять же, для привлечения новых доноров. Есть проблема безответственного подхода к донации. Когда человек пришел, один раз сдал кровь, бесплатно проверил свое животное комплексно, и больше мы его не видим. В ожидании большого потока доноров команда клиники продолжает изучать кровь и варианты ее заготовки. Так, для забора малых порций крови у кошек Таня придумала специальные пакеты. Эту систему для забора крови малых порций разработан нашим банком крови. С кошками вообще много тонкостей в работе, а главное, их кровь всегда очень востребована. Ее катастрофически не хватает. Ежедневно порядка 7-9 животных у нас в очереди на кровь. Как только кровь выходит из карантина донорская, она сразу же в течение уже 15-20 минут уже забирается кем-нибудь. У нас практически все кошки, которые переливаются, ну, не все, но, наверное, процентов 70 кошек, 80, которые переливаются, это кошки, которые болеют гейкозом. Гейкоз – это вирусное заболевание, передающееся через контакт. Инна – биохимик лаборатории все того же первого банка крови в России для животных, которым руководит Аня Бакирова. Инна с Анной начинали вместе изучать вопрос донорской крови животных 19 лет назад. Аня осталась главной по собакам, а Инна – по кошкам. Инна с болью о болезни 21 века у кошек. Настоящий мор, говорит. Лейкоз – это заболевание, при котором наступает анемия, то есть выражается как костный мозг и перестает вырабатываться красный кровяный тюкзак. Животное болит лейкозом, ему приливает кровь, и оно становится как будто бы не больным какое-то время. Передвижной пункт забора крови сегодня в подмосковном городе Ступино. Инна и ветеринар-нефролог Мария приезжают в этот питомник мейн-кунов 10 лет с периодичностью раз в два месяца. 6,250. Дуся – донор 5 лет. А есть Квинта. Она все 10 лет жертвует свою кровь другим кошкам. Она у нас весит 6 кг, поэтому мы возьмем с ней 60 мл крови. Процедура донации как по нотам. В очереди на сдачу сегодня больше 30 доноров. Это значит, что забор крови будет до глубокой ночи. Затем Инна и Маша сразу в обратный путь – везти биоматериал в Москву. Там кровь уже ждут. То есть люди уже в очередь ждут, пока мы привезем кровь. А мы ее еще не обрабатывали, не выпускаем. Нам надо сначала сделать анализы доноров, чтобы понять, нормально ли кровь. В регионах нет вообще такого. То есть там у нас… Сейчас скажу. У нас кошка ездила из Востока припеливаться. Всего в регистре первого банка крови 800 кошек-доноров. Но этого, говорят, все равно мало. Крови с 32 кошек хватит максимум на 2-3 дня. Не верим. Через несколько дней приезжаем в банк крови. Вот оставшаяся кровь. Вот это и все? Все. А, ну вот еще один. Как сказали? Снежка. Девочка у нас Снежка. Почему переливание? Что у Костя? У нас в нем поблазили коспит. А, и как часто вам надо переливать? Ох, да тут как повернет. В прошлом году мы ездили переливаться. Слушайте, мы с вами годы полтора, наверное, уже, да? Да. Два. Случай такой, что может быть безнадежно, но мы как-то живем. Случай такой, что может быть безнадежно, но мы как-то живем. Спасибо.